Добрый день садоводы и огородники любители. В этом году я приобрела семена баклажана, мечта огородника. Ну и хочу вам немного рассказать вообще о баклажанах и об этом сорте. Существует множество сортов баклажана с различной формой и окраской плодов. При этом фиолетовые виды овощи наиболее массово представлены селекционерами. Их численность составляет более 200 наименований. Из такого разнообразия можно выделить лучшие сорта с коротким периодом созревания. То есть раннеспелые сорта. К этому сорту можно отнести сорт баклажана мечта огородника. Для оценки этого сорта я вам расскажу его описание. Сам баклажан сорта мечта огородника можно считать классическим представителем этой культуры. Потому что он такой фиолетовый. Идет глянцевая поверхность у него. Длиной где-то 15-20 см. Диаметр в поперечном разрезе где-то составляет 7-8 см. Значит, потом цилиндрическая такая форма. Ну и средняя такая масса одного плода где-то 150-200 г. Мякоть баклажана значит умеренной плотности белая. Кожица достаточно тонкая, нежная. Сам овощ не содержит горечи. Может быть использован для приготовления кулинарных блюд, икры и консервации. Значит, баклажан мечта огородника также можно вырастить в открытых грунтах, если у вас более теплый климат. При этом используют два метода посева. Это семени непосредственно в грунт. И как бы лучшим временем для таких посевов является апрель. Посев на ранних этапах необходимо защитить пленочным укрытием, конечно же. Ну и рассады, как мы делаем на Урале, так как у нас климат не такой теплый. Значит, будем выращивать рассадой уже. И уже высаживать, конечно же. И лучше всего, конечно же, так как у нас Урал, сажать его лучше в теплице. Значит, сроки посева баклажан могут быть изменены так-то с учетом климатических особенностей региона. Но у нас лучше всего сеять баклажаны, это вот уже конец февраля и март месяц. Значит, кустики баклажана мечта огородника достаточно высокие, где-то до 80 сантиметров. Поэтому высеивать растение нужно с соблюдением интервалов не менее 30 сантиметров между рядами. И, конечно же, рекомендованная схема посадки предусматривает размещение 4-5 кустов на одном квадратном метре. При посеве, значит, стемена нужно загубить на 2 сантиметра где-то. В процессе роста, как бы, сам баклажан нуждается в обильном поливе, подкормке, рыхлении. При благоприятных условиях урожайной сорта мечта хозяйки может достигать до 7 кг с квадратного метра. Вызревшие плоды, значит, наступают... Вызревание плодов наступает где-то через 90-100 дней, значит, со дня посева семени. Растение устойчиво к антракнозу, фитофторозу, поэтому не требует дополнительной обработки химическими составами. Общие рекомендации по выращиванию баклажанов вы можете увидеть в моем блоге, значит, если вас заинтересовал этот сорт и вы хотите узнать, как бы, и увидеть, сами вырастить такой овощ на своем приусаденном участке, подписывайтесь на мой блог, и я вас проведу от посадки семян и до самого снятия урожая. Ну и, конечно же, если наше растение будет чем-то болеть, я вам покажу и расскажу, чем можно его, как бы, обезвредить, значит, подлечить, для того, чтобы все-таки снять свой натуральный продукт баклажан мечта огородника. Ну, у меня все. Удачи вам с посадками. Всего хорошего и до новых встреч!